На стройщемся масте через реку Муховед западный обход ребята трудились два месяца. Это и место и стало площадкой, с которой они запустили цветные шары в честь юбилея студотрядовского движения. Очень немногие отвлеклись от работы, чтобы стать участниками флешмоба. Прежде всего, ратный труд шутят студенты, а потом развлечения. Ведь для этого и шли в отряды, а отбор проходили жесткий. Заявок было подано, получается, 700 человек, но у нас именно работодатели просили еще больше. Но я думаю, в следующем году, когда ребята узнают, что заработная плата в среднем составила больше 5 миллионов, сами будут желать к нам в отряды. Ребята достойно работают не только на таких объектах, но также на строительстве жилых домов, товаромолочных ферм. Один отряд технического университета нашего работает на строительстве атомной электростанции. Ребята работают очень хорошо, хорошо надеются заработать. Уже примерные цифры заработных плат у нас есть. То, что ребята заработали за этот месяц, за предыдущий. Также хотелось бы отметить то, что нас отмечают с положительной стороны работодатели. То, что наши студенты отличаются техническим университетом тем, что они уже имеют опыт. Они будущие инженера-строители. Имеют специальное свое образование. Каменщик, бетонщик третьего, четвертого разряда. У ребят есть шанс не только провести время с пользой, но и зарекомендовать себя в профессии. Добросовестно поработав на стройке или на другом объекте, будучи студентом второго курса, есть шанс, что в дальнейшем предприятие пригласит к себе на практику. Показав лидерские качества, оказавшись практикантом, есть возможность получить запрос на работу в организацию. Тем самым решается вопрос распределения. Еще следует добавить, что в студотряде приобретаются профессиональные качества. Оттачивается мастерство и умение руководить людьми. Оказалось, я здесь увидел объявление в БГСМ, что требуется на лето парень для работы в студенческом отряде. И решил записаться, так сказать, провести лето с пользой для общества. Нравится, работаем, тяжеловато, но кому легко. Легко или трудно в стройотряде решают сами молодые люди. Но коль движение живет уже 50 лет, значит оно пользуется и популярностью, и успехом у студентов. И можно смело заявить о том, что еще не одно десятилетие, собравшись после трудового дня у костра, молодежь будет петь песню студентов всех времен замечательными словами Юрия Висбора. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.